МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современный Артём входит в список 173 городов России с населением более 100 тысяч человек. Он четвёртый по величине город Приморского края. Но по экономическим показателям, потенциалу и перспективам один из ведущих. И в этом нет ничего удивительного. В программе Лента времени на нашем телеканале мы рассказывали о том, как начинался город, как строился и развивался, и каким он стал. В этом году мы отмечаем сразу два дня рождения. 115 лет со дня основания и 85 лет присвоения статуса города. Для нас важны обе эти даты. И не надо их разделять, а нужно просто гордиться тем, что оставили нам наши предки". После застоя, а затем экономической разрухи конца 20 века начался не то, чтобы экономический подъём, но поступательное движение в направлении развития города. Большое внимание стало уделяться строительству жилья, благоустройству территорий и созданию комфортных условий проживания. В 2003 году началась реализация программы переселения из ветких и аварийных домов. Мы помним, что барачный жилой фонд был построен в Артёме ещё в 30-50-х годах прошлого века. И теперь люди получили возможность жить в благоустроенных квартирах с центральным отоплением и собственным туалетом. Программа переселения действует и сейчас, и остаётся не так уж много семей, живущих в бараках. В 2004 году Артём стал Артёмовским городским округом. К нему были присоединены близлежащие посёлки. Население увеличилось до 102 тысяч человек. 18 января 2007 года состоялось освящение и открытие храма Богоявления. В 2009 году открыт плавательный бассейн, а в 2010 – физкультурно-оздоровительный комплекс. Как мы видим, развитие города движется в сторону духовно-нравственного и спортивного воспитания молодёжи. В 2011 году открыт спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо». Большое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. В 2011 году открыта дорога к новому международному терминалу аэропорта «Владивосток». Аэропортовская трасса, как мы её сейчас называем. Сам терминал и новая взлётно-посадочная полоса построены к Международному саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В 2012 году в форуме принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Эта стройка стала крупнейшей в 21 веке на территории Артёмовского городского округа и была мощной составляющей огромных преобразований как в Приморье, в целом, так и в Артёме в частности. Появилась возможность открыть актуальные международные авиалинии и укрепить сотрудничество Азиатско-Тихоокеанских стран. В это время развивается сельское хозяйство. Строятся предприятия, перерабатывающие и пищевой промышленности. Фермерские хозяйства собирают рекордные урожаи и выходят в лидеры сельхозпроизводителей края. Артём Современный – это большая строительная площадка. Строятся не только отдельные дома, но и целые микрорайоны и торгово-развлекательные центры. Население растёт. Нас уже 116 тысяч человек. Реализуются программы улучшения городской среды. Благоустраиваются территории, скверы и парки. Причём жители сами определяют уровень комфортности и объекты благоустройства. От строительства нового моста через реку Озёрные ключи до фонтана в посёлке Артёмовский. На очереди фонтан на центральной площади города. Конкурс «Твой проект» по принципам инициативного бюджетирования стал народным проектом и пользуется огромной популярностью среди жителей Артёма. Программа благоустройства не только формируется на основе пожеланий жителей, но и контролируется ими. Культура, спорт, образование – в приоритете. Они стали дорожной картой развития города наряду с привлекательными экономическими проектами. В Артёме закончилась добыча полезных ископаемых, но это не значит, что промышленность не развивается. Она переходит в иное состояние высоких технологий и современных инноваций. Это даёт возможность сохранить лидирующие позиции в рейтинге экономической активности Приморского края. Поступательное движение ленты времени направлено на созидание и улучшение уровня жизни населения. Это закон природы, отменить его, запретить невозможно. Это означает, что у Артёма есть будущее, было прошлое и живёт он настоящим.